Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Продолжаем рассуждать о гражданской активности горожан и о значении предстоящих 13 сентября выборов в районные советы депутатов. И сегодня будем говорить об этом с членом Общественной Палаты Самарской области Юрием Астаховым. Здравствуйте, Юрий Сергеевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что же за выборы нам предстоят 13 сентября? Что они из себя представляют и есть ли у них какие-то особенности, может быть, особое значение? Нам предстоят выборы депутатов районных советов городского округа Самары. Эти выборы проходят в рамках реформы местного самоуправления. инициировал который президент страны в своем послании в 2013 году. Мы будем выбирать 284 депутата. И особое, вы спрашиваете, какое значение, эти выборы имеют колоссальное важное значение для каждого из нас. Почему? Мы выбираем непосредственно людей, которые представляют самый первый уровень власти, самый близкий уровень к народу, и на плечи которых ложится повседневная работа, как взаимодействие с населением, так и с различными уровнями власти, по решению тех насущных ежедневных проблем, которые возникают в его округе, на территории, у населения. И от того, кто приходит к этой власти, приходят ли люди грамотные, активные, ответственные, или наоборот, будет, наверное, зависеть успех и реформа в целом, будет зависеть и решение проблем на конкретной территории, развитии, ее содержания, повышение уровня комфортности в проживании населения. Поэтому это очень важный момент. И потом надо, как бы, помнить о том, что мы формируем сегодня этим не только районный уровень представительской власти. Из районного уровня будет формироваться городской совет, как раз из депутатов районного уровня. Дальше из этих же людей будут формироваться руководители районного и городского уровня. То есть мы выбираем, так сказать, большую власть, низовом и, так сказать, городском уровне, от решения которых будет зависеть наше благополучие, благополучие территории. И это действительно так. Мы с вами можем по городу Самаре, например, оценивать деятельность того или другого мэра, не называя фамилий, да, мы можем свободно для себя сказать, что здесь был прогресс, а здесь был застой. И поэтому от людей, от команды очень многое зависит. И от жителей, да, от самарцев вот такая некая ответственность ложится. Кто туда попадет, это же мы будем выбирать. Конечно. И вот кто попадет, тот и дальше пойдет, да, и мы будем с ними дальше жить. Можно сказать, мы выбираем себе будущее. Да, как бы громко это ни звучало. Как бы это громко ни звучало. Вот знаете, вот вы заговорили про власть, про разных мэров. Хотелось бы узнать, какие критерии эффективности власти. Вот когда власть хороша для народа, каким критерием определяется вот эта эффективность? Такой деловой настрой власти, так скажем. Ну, наверное, это характеризуется отсутствием разницы в обещаниях и в делах, да. Ведь любой уровень власти взаимодействует с населением, мониторит проблемы, да, принимает решения по их реализации каких-то этих решений, этих проблем. И если эта власть решает эти проблемы, население это видит, это чувствует. Он считает эту власть эффективной. Если как бы власть говорит и ничего не обещает, обещает много и многое не исполняет, народ разбирается и считает эту власть неэффективной. Вы знаете, последние многие годы складывалось так, что власть как раз много обещала и многое не делала. Поэтому период был, на мой взгляд, что серьезное недоверие власти народа. Это вот про какие годы даже интересно? Вы знаете, это недалеко. Я бы сказал так, что это вот буквально 3-4 года последних что-то меняется. Меняется в лучшую сторону. Мы с вами по Самаре видим, ну, такие серьезные изменения. Каждый день ходя по улицам, по дорогам, по тротуарам, по набережам. Ну, очень много. По спортивным площадкам, вы знаете, ходишь и радуешься, да. Поэтому это видно. И вот отсчитывайте, как бы, там, 3-4 года назад, это была совершенно другая ситуация. И там 4-10 лет и так далее. То есть абсолютный период застоя, где не о чем говорить. Не о чем было говорить. Поэтому вот такие критерии. Дела, обещания и дела. Вот такие политические уже, да, вот моменты вмешиваются, да. Когда вот всегда же характерно некое противостояние между там губернатором и мэром города, да. Вот если бы вот политика, наверное, не вмешивалась так сильно вот в это все, может быть, как-то было бы стабильнее. Потому что какому-то мэру дают развиваться, какого-то мэра ущемляют и не принимают. И как-то вот, ну вот не дают полностью даже, может, раскрыться. Но это вот политические моменты. Я знаете, что хотела вот уточнить у вас? В то время, когда власть все-таки не исполняет свои обещания, люди в ней разочаровываются и отходят от нее. И становятся равнодушными. И даже не участвуют в этих выборах. Потому что им не хочется такой же системы плодить дальше, да. Вот как вы, как со стороны, вот как сегодня такой эксперт, сегодня есть такой вот интерес и желание у людей пойти на выборы. Или нет, или момент все-таки равнодушия, он еще остается. И такого вот нежелания помогать, участвовать в этом процессе. Ну, мы знаем с вами результаты последних там выборов, да. Знаем, какой процент у частного населения. Есть какой-то прогресс. Мои ожидания, что ситуации меняются к лучшему. Потому что дел больше у власти, ярких, красивых. И люди верят, что уже сделано. Есть программы развития территорий. И очень серьезные программы. Несмотря на все серьезные ситуации в стране и в мире, да. Тем не менее, так сказать, они реализуются. Вот. И население верит. А раз верит, значит, ну, больше, так сказать, мне кажется, есть большая уверенность, что люди отреагируют на эти события и будут голосовать. Да, хотелось бы. Потому что вот сегодня очень активизировались общественные советы. Вот это такая какая-то ступень. Вот мне тоже хочется разобраться, что общественные советы, какие у них, вот так скажем, функции вот в этой предвыборной большой программе. Потому что есть общественные советы сегодня, которые действуют активно на территории районов. Есть кандидаты в депутаты райсоветов, которые потом станут, может быть, депутатами и так дальше. Вот сейчас давайте посмотрим сюжет про то, как действуют общественные советы, а потом продолжим разговор. Хочешь жить в чистом благоустроенном городе, начни со своего двора, считают члены общественного совета микрорайона Озерный. Этот сквер – место для жителей знаковое. Каждую зиму здесь устанавливают елку и проводят праздники. А вот летом в заросшем травой сквере стали собираться шумные компании. Чтобы еще одним благоустроенным уголком стало больше, жители решили засучить рукава и навести порядок. Мы решили прибрать вот этот вот участок перед храмом, поскольку он находится в стаине запущения. Я вообще считаю, что благоустройство нашего города должно начинаться с благоустройства каждого двора, улицы, квартала. Мы вместе с жителями решили все-таки взяться и начать благоустроить именно нашу территорию, потому что есть хорошая поговорка. Возможно, своя рубашка ближе к телу, поэтому своя малая родина, наверное, она дороже. И начинать нужно отсюда именно. Спилить аварийные деревья, установить новые лавочки, убрать мусор – это только часть работ, которые запланировали сделать жители Куйбышевского района в сквере. Это наш дом, мы здесь живем. И если не мы, то кто это сделает? Если мы это не будем делать, то подрастающее поколение тоже будет проходить мимо и никогда не поднимет за собой ни бумажку, ни мусор. Молодое поколение должно видеть, что более взрослое показывает им правильный пример. На преображении одного сквера благоустройство не завершится. Общественный совет вместе с жителями планирует и дальше наводить чистоту на территории микрорайона. Усилиями общественных советов скоро преобразится весь город. Это один из этапов реформы местного самоуправления. Очередной шаг выбора депутатов в районные советы. Они пройдут 13 сентября. Вот да, есть такое ощущение, что люди активизировались, что они с таким воодушевлением. Никто их там не загоняет в эти парки, да, вот они вот что-то вот для себя делают. И вот в момент действительно вот чувствуется такой перелом. Но мне кажется еще одно, что есть люди такие активные, а есть люди, которые даже и не знают о том, что будут выборы, и кого будут выбирать. Вот это как переломить теперь. Ну, прежде всего, это коммуникация, да. Если это есть, а это есть. Надо как бы выстроить дополнительные какие-то коммуникации, давать населению. И не только о том, что выборы предстоят, но и о содержательной части этих выборов. Что они за собой несут? Какие изменения сегодня? А ведь это предполагает серьезные изменения. Вот. И общественные советы мы подняли. Сейчас, так сказать, с вами вопрос. Это не уровень власти. Это сегодня добровольное объединение, так сказать, не граждан, да, на решение каких-то, вернее, конкретных задач, ну, местного значения, так скажем, да. И не предполагается, а реализуется огромная программа в этом направлении. Насколько я помню, будет создаваться, по-моему, 85 таких общественных объединений с общей численностью, так сказать, участников, порядка двух с половиной тысяч человек. Это огромная часть людей. И ведь туда это бесплатная работа. Туда пойдут люди, наверное, те, кто инициативен, активен, так сказать. Есть какая-то гражданская позиция, хочет какие-то вопросы там решить. Вот. И поэтому это очень важный момент. Ну, а можно привести, мы сейчас сюжет с вами посмотрели, очень хороший. Можно привести пример, например, такой, что деятельность общественных советов, она реальна, возможно, реальна. И если там действительно, значит, активные люди, можно много решить. Есть такая проблемная, не проблемная территория, но проблемный вопрос. Воронежские озера. Да. Знаете, да? Да уж сколько лет. Сколько войны здесь было между властью, бизнесом, общественным. И церковь даже туда. Все и так далее. Ведь были планы там застроить там и так далее, цели бизнеса. Но ведь отстояла общественность. И это прежде всего общественность. И я знаю, что сегодня власти города Самары рассматривают это предание, статус этой территории или как особо охраняемое местного значения, или типа парковые, еще до конца, по-моему, нет. Но идут к этому. И вот это крупный вопрос. Который решили жители, общественность, мобилизовавшись, так сказать, не в одиночку, обеднив усилия, поставив перед властями и отстояли эту территорию. Как хорошо, что вы сказали про общественные советы, про то, что у них есть будущее. Потому что есть такое мнение, все, вся вот эта активизация, да, которая происходит, она происходит только перед выборами. Тут быстро что-то подремонтировать, тут спилят, тут еще что-то. Вот оказывается, у всего этого по реформе будет продолжение, да? Вот получается, что вот эти советы, они не исчезнут после выборов, а будут действовать. Нет. И задача, вернее, власти содействовать, создать условия для того, чтобы как можно больше горожан, так сказать, входили в различные, в эти ли советы, в какие-то НКО, в различные структуры, которые содействуют решению местных задач. Потому что они все, даже все разнопланы по разным направлениям, кто-то занимается экологией, кто-то спортом, кто-то просвещенничество к деятельности, кто-то и так далее, да? Но они все решают задачу улучшения, так сказать, нашей жизни с вами, комфортности проживания населения. Вот как говорится, жизнь вот развивается все по спирали, и вот то и дело сталкиваешься с тем, что что-то повторяется. Ведь райсоветы уже были в советское время, у районных администраций были полномочия, были финансы, потом от этого отказались. А сегодня опять же к этой форме возвращается. Но, наверное, она не будет вот совершенно такой же, а все-таки что-то поменяется. Вот если поразмышлять, вот в наше время какие коррективы внесет в эти райсоветы? Ну, прежде всего, здесь меняется система выборности руководителей райсоветов, да, райсоветов, горсоветов, да, это новая система. Это возможность, так сказать, изменить сроки деятельности этих советов. Дальше увеличивается количественный состав, а значит, это приведет обязательно к уменьшению округа, как и по территории, так и по численности населения. Говорят, есть такая пословица, нельзя объять необъятные, так это было, например, сегодня, да, это так. Но когда на депутата ложатся конкретные задачи, я думаю, это будет возможность, ну, пройти в каждый двор, встретиться в каждом, так сказать, доме с людьми, знать конкретные реальные проблемы. Ни один мэр города никогда не знает, так сказать, детали этих вопросов, реальной ситуации в том конкретном месте. Это только на местах. Вот такое большое количество людей, если оно включится в эту работу, я думаю, что это будет очень положительный эффект. Понятно. А какие сегодня задачи стоят перед нами всеми? Вот жители, что должны сделать прежде всего? Познакомиться со своими кандидатами. И как вот поучаствовать? Вот да, вот мы решили, что вот мы вместе делаем город лучше, район краше, комфортнее и так далее. А вот от нас что зависит? Что нам делать? Как поучаствовать в этом все? Я понимаю, здесь занимается трусивную позицию, да, так сказать, надо не просто жаловаться на власть, что там где-то что-то никогда не делается, все плохо и прочее. А надо влиять на ситуацию. И влиять, нам дано сейчас такая возможность влиять на ситуацию. Как? Вот как? Что? Выбирайте правильных людей. А другого механизма нет. Вот участвуйте, так сказать, в различных, вот мы говорим, общественных организациях. Проявляйте свою инициативу, отставивайте свою гражданскую позицию в том или ином вопросе. Вариантов очень много. Участвуйте в референдах, участвуйте в общественных слушаниях различных, в различных акциях, в субботнике, значит, воскреснике, посадка деревьев там и так далее, и так далее. Это все есть как бы личное участие в решении конкретных вопросов территории. И даст свои плоды. Реальные. Конечно. Вот и двор будет чище, и так дальше, дальше, дальше. А вы уже, Юрий Сергеевич, знакомы вот с кандидатами в вашем районе? Вы как-то вот уже присматривались, кто идет? Уже вот думали, за кого будете голосовать? Ну, здесь пока фамилии, так сказать. Ну, без фамилии, просто вот интерес у вас вот проявили уже. Ну, конечно. Ну, сам лично, как бы я все-таки, так сказать, взрослый человек, считаю себя, так сказать, ответственным человеком с гражданской позиции. Поэтому, конечно, обязательно я интересуюсь этими вопросами. И важно, еще раз говорю, очень важно, чтобы люди неформально подходили к этому вопросу. То есть, вот вы как будете, по каким критериям вот своего избранника? Ну, критерии, я сказал, как бы, я думаю, они одни для всех, чтобы желательно, если рассматривать идеальный вариант, это активный человек, чтобы это достигший, имеющий уже жизненный кругозор, достигший каких-то профессиональных результатов в своей деятельности. Ведь там же не только задача уборки территории. Там вопросы различные. И, приходя специалист в своей отрасли, он ее прекрасно знает, он формулирует задачи, он знает, как ее решать, какие предложения дать власти и так далее. Вот. Ну, и самое главное, это ответственность, это государственный подход, ответственность, вот, ответственность, человеческая ответственность, ответственность, порядочность. Вот эти критерии. Но принадлежность к партии надо смотреть? Вы знаете, я думаю, что это внепартийный, вообще-то, вопрос, на мой взгляд, что, как говорится, человек бы был хороший, да? Потому что, мне кажется, и в различных политических партиях, и в различных движениях разные люди, вот, но, так сказать, надо смотреть, что это за человек. Надо интересоваться, надо встречаться. Потому что не просто придешь, прочитав сегодня фамилию, это, не имея информации никакой, можно ошибиться. Поэтому надо разобраться. Надо разобраться. Обязательно. Вот мы говорим сегодня еще вот о таком этапе реформы местного самоуправления, а что она вообще в целом должна поменять? Вот к чему она ведет? Потому что мы же должны знать, вот, для чего все это делается. Какие-то у нее задачи и цели, вот, в общем, в общем, да, как реформа. Ну, если говорить, так сказать, укрупненно, то это, прежде всего, усиление местного управления, да? Передача полномочий дополнительных местного управления, обеспечение ресурсной, финансовая для выполнения этих полномочий, этого уровня власти. Это, на мой взгляд, задача стоит в содействии прихода к власти грамотных и ответственных людей. Это задача в содействии развития активности и участия населения в решении местных проблем. Я думаю, вот эти вот, так сказать, задачи как раз основные, которые решает вот сегодня реформа, должна решить эти реформы. Ну, а какие, как бы, инструменты основные? Это на уровне города Самары. Город Самары становится городским, как бы, внутри городским делением. На районе образуется 9 районов, которым передается статус муниципального образования. И это передаются полномочиям. Уже два закона приняты в Самарской области, как раз сегодня, которые являются такими основополагающими. Это о совершенствовании местного самоуправления в городском округе Самары и о передаче полномочий. Оно длинное название, но о передаче полномочий с уровня городского, так сказать, на районный. То есть передача полномочий. Дальше появляется сегодня законная возможность формировать бюджет. У этого нижнего звена власти формировать бюджет. И это основополагающие, так сказать, такие моменты, которые дают сегодня, первое, полномочия, ответственность, средства. Отвечать за, так сказать, дела на территории, не перенося их сегодня, так сказать, и не показывать в центр и так далее. Это все очень-очень важно. Потом, являясь главой как бы с полномочиями, это же привлекает не только бюджет. Есть сегодня и население, ресурс населения. Есть сегодня взаимоотношения с бизнесом, который находится на территории, с которым тоже можно находить решение определенных вопросов, создание каких-то локальных и даже более крупных объектов на территории. Это тоже есть. И заинтересованная власть как раз с полномочиями, с ответственностью, значит, ей дается это в руки как раз сейчас. Она должна как бы... Ну вот пока не очень понятно, как будет вот этот район формировать свой бюджет. Откуда он будет брать деньги? Вот в районе, откуда деньги появятся? Сегодня я... Это же все равно из городской казны, из общей. Просто вот выделят. Или как? Какая система будет? Дадут, так сказать, определенные налоги и сборы районного уровня. Понятно. Да, будут. Вот они еще, по-моему, неопределены. Я, может быть, немножечко отстал, но, по-моему, неопределены. Это предмет обсуждения сейчас. Вот. Который будет сформировать районный бюджет. А вот не будет такой ситуации, вот всегда, когда новое дело начинается, будут или какие-то перегибы, или минусы, или недопонимания. Вот чего вот вы боитесь лично? Что может быть? Или вот, знаете еще, может быть неравенство районов. Один район может быть процветающий, у него там и жителей много, и жители такие с достатком. И налогов там как-то вот будет больше собираться. А другой похуже, тут и жителей поменьше. Ну вот, вот как вот. Вы знаете, вот даются такие вот полномочия, создается такая система. Не решится все одномоментно. Это достаточно длительный процесс, чтобы люди начали, поняли эту ситуацию. Руководители, персоналы и прочие. Адаптировались к этой ситуации и начали в ней эффективно работать, взаимодействовать, да. Поэтому бояться здесь нечего. Надо засучать рукава и работать. Работать, работать, работать. Да. Вот вы еще сказали про бизнес. А какие есть возможности вот у этих районных советов контактировать с бизнесом? И какие-то проблемы решать вместе? Какой интерес у бизнеса, кстати, может быть, содействовать администрации? Бизнес, если развивает свои деятельности и находится на территории района, у него всегда к власти есть вопросы. И это сотрудничество. Власть помогает решать, так сказать, определенные вопросы для бизнеса. Бизнес, социальный, тем более ответственный бизнес, да, должен, так сказать, тоже решать, помогать, решать власти какие-то вопросы. Мне кажется, процесс тоже пошел. Вы посмотрите, сегодня, значит, создаются какие-то спортивные сооружения, там, ну, как бы локальные, как бы и так далее, да. И, как бы, сегодня мы можем видеть даже где-то с табличкой о том, что это в дар и так далее, да. То есть этот процесс идет. Я, например, сегодня, ну, много, как бы, моя часть деятельности посвящена экологии. Я вижу, в этом блоке сегодня достаточно большие средства даются на просветительскую работу, на воспитательную работу, на проведение каких-то реальных акций. Например, так сказать, там, вот сейчас была акция озеленения и восстановления лесов Самарской области. Да, такая масштабная очень. Главное, чтобы эти вот плоды этого озеленения не завяли, потому что вот еще был один сюжет, у нас уже жаловались жители, что посадить-то посадили так много, а завял это ровно уже, там, чуть ли не половина в каком-то районе. Вот высадили, да, акцию, провели и забыли. Вы знаете, ну, здесь надо просто комплексный подход, надо при акции провел, а надо понять, кому пойдет на баланс, кто в дальнейшем, так сказать, будет ухаживать, и чтобы кто-то пришел и палил. Но это не, вы привели случай нехороший. А я могу привести много очень хороших, я оптимист вообще по жизни, могу привести очень много хороших, положительных, как о случаях, когда откликается бизнес и подставляет плечо в решении каких-то задач. Мне кажется, это будет развиваться, другого выхода просто нет. Это будет отношение налаживаться вот в той прошлой нашей с вами жизни в советское время, да, мне кажется, вот один из колоссальных, так сказать, положительных таких моментов, это организация взаимодействия власти и промышленных предприятий, организаций в вопросах развития города. Настолько колоссальное участие было, ну, я понимаю, что это была как бы другая собственность, другая и так далее, но это было колоссально масштабным явлением, которое действительно помогало развивать город. Ну, возьмите только хотя бы строительство метро, да? Да. Значит, все буквально промышленные предприятия активнейшим образом участвовали и в выносе сетей, и, значит, помогать рабочей силе на определенные, так сказать, задачи и так далее. То есть это можно приводить и другие примеры. Да, время кардинально, конечно, поменялось, но и во всем все-таки есть и свои плюсы, и в новом времени. Конечно, 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 надо адаптироваться к новому времени, находить новые, как бы сегодня взаимодействия. Вот если нет промышленных предприятий, то можно заменить бизнесом, да, ну, вот взаимодействием с бизнесом, да, ну, тем же районным администрациям или городу, ну, чтобы развиваться дальше. Ну, бизнес, как бы, общий, это тоже, и предприятие, это бизнес, да, так сказать, это сфера собственности. Вот, поэтому есть, как бы, площадка для, и тема для контактов, для взаимных интересов решений на районном и на городском уровне, вот. Вот, и мы знаем, что, как бы, есть даже не только наши местные предприниматели участвуют в каких-то, мы знаем, что участвуют даже зарубежные какие-то компании и предприятия, вот, в реализации каких-то проектов за собственные средства. А я хотела сказать, им, наверное, некуда деваться, а оказывается, нет, не деньги, а самих их, наверное, как-то. И это тоже не просто приехали, а это сегодня, значит, контакты, это поиск таких контактов, поиск заполненных возможностей властей, какого-то бизнеса, который смог притащить на нашу территорию вот ту или другую организацию с хорошим делом, да. В результате чего-то родился, например, значит, на полигоны Преображенка голландцы построили систему сбора газа, например, так сказать, и построили, значит, там, объект, который сегодня превращает полученный газ в электроэнергию и так далее. Поэтому таких примеров можно привести. Все-таки вот хозяйственность, даже вот с прошлого вы вспомнили, да, вот, раньше были такие хозяйственники на таких больших предприятиях, да, вот, и вот этого, ну, не то, что не хватает, может быть, а хотелось бы, чтобы тоже вот, как хозяйский взгляд был на все, вот, даже в райсоветах на свою территорию, чтобы не бесхозное все было, вот, как тоже перекос было, да, вот это все общее, все наше или там не наше, нам все равно. А сейчас вот хочется, чтобы хозяин появился, и хозяин появится вот в районе, да, в таком небольшом, сравнительно небольшой территории, и, наверное, порядка будет больше, будем на это надеяться. Вы знаете, вот как раз вы говорите, хозяин, да, и сегодня ведь есть хозяин. Нельзя сказать, что это люди как бы плохие, как бы, и им есть, может быть, какие-то недоработки, но есть и главные моменты, вот, которые сегодня даются им в руки, это сегодня полномочия, и это сегодня бюджет. Это сегодня самостоятельность некоторая, и это очень важный момент, это очень важный момент. Ну, и говорим о том, что для населения власть приближается, как бы, достанешь рукой. Да, одна из задач, приблизить власть к людям. И вот депутатский корпус должен решать эту задачу. Ну, будем надеяться, да, что все решится, да, и содействовать тому, чтобы это было так. Ну, спасибо большое за беседу, за то, что разъяснили этот процесс, все его, так скажем, ну, не перипетии, но все-таки. Спасибо вам огромное, спасибо всем. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!